Казанский федеральный университет представлен на выставке международного образования в Испании. Лицей имени Лобачевского Казанского федерального университета посетил легенды реактивной авиации Георгий Масолов. Студенты Казанского федерального университета продолжают заселяться в общежитие. С 12 по 15 сентября в Испанской Севилье прошла Международная образовательная конференция 2017, в которой принял участие Казанский федеральный университет. Это одна из крупнейших площадок для обсуждения трендов и инноваций в сфере высшего образования. Все подробности смотри далее. В Испанском городе Севилье прошла 29-я ежегодная конференция и выставка Европейской ассоциации международного образования, в которой уже четвертый раз принимает участие Казанский федеральный университет. Делегацию университета возглавил ректор Ильшат Гафуров и проректор по образовательной деятельности Дмитрий Таюрский. Выставка имеет статус главной европейской площадки, собирающей экспертов в области высшего образования со всего мира. Программа конференции предполагает проведение около 200 сессий и воркшопов, в которых примут участие ведущие игроки мирового образовательного рынка. В первый день работы выставки Ильшат Гафуров и Дмитрий Таюрский провели ряд встреч и обсудили возможные направления взаимодействия с международными партнерами, в частности, с ассоциациями азиатских вузов. Лицей имени Лобачевского КФУ посетила легенда реактивной авиации Георгий Мусолов. Вы не знаете, кто этот человек? Тогда смотрите наш следующий сюжет. Уже более 150 лет лицея имени Лобачевского храма образования. В здании лицея в 1941 году располагалась 9-я Казанская спецшкола ВВС. Из этой школы вышли одни из самых именитых героев Советского Союза, в том числе и Мусолов Георгий Константинович. Сегодня очень для нашего лицейского сообщества важное и торжественное мероприятие. Сегодня у нас в гостях выпускник 9-й спецшколы ВВС, герой Советского Союза Мусолов Георгий Константинович. В нашем здании располагалась 9-я спецшкола ВВС. Готовили будущих летчиков, мальчики собираются поступать в военное училище. Пожалуй, многие видели Георгия Мусолова на фото в гермошлеме, которое в свое время печаталось во многих иностранных журналах и газетах. Оно стало своеобразной визитной карточкой реактивной авиации Советского Союза. Он первым поднял в небо 20 новых самолетов. Однажды машина перестала повиноваться. Начала падать, и Мусолов получил множество ранений. Прежде всего надо думать о людях, которые, повторяю, десятки тысяч людей, которые все это создали и тебе отдали. Значит, отдали, отдаму тебе, и ты, говорят, распорядиться этим трудом, как-то. Но ты можешь распорядиться правильно только в том случае, если ты подготовлен ко всему. Стоит отметить, что лицей имени Лобачевского Казанского федерального университета старается ежегодно проводить подобные встречи с младшим поколением. Ведь героев нашей страны нужно знать в лицо. Диана Шилова, Леонард Влетьяров, Универньюс. Казанский федеральный университет. Каждым годом в Казанский федеральный поступает все больше иногородних студентов и иностранцев. Всем им стабильно предоставляется место в общежитии. О том, в каких условиях находится общежитие КФУ, расскажет Денис Панкратов. В распоряжении Казанского федерального университета сейчас находятся 30 домов. Из них 20 домов – это дома деревни Универсиады, где частный ремонт не требуется. Однако оставшиеся 10 – это дома из старого жилого фонда, ежегодно требующие большого внимания. Несмотря на капризность этих домов, Казанский федеральный способен поддержать комфортный уровень для проживания студентов. Например, сейчас ремонтная работа проводится на красной позиции. В общежитии рабочие укладывают новый асфальт, а в скором времени в общежитии будут улучшены и баскетбольные площадки. Ремонтная работа проводится и в общежитии на Бутлерово. Но на сегодняшний день по общежитию на улице Бутлерово заменены оконные рамы полностью на пластиковые. Проведены там места общего пользования, ремонт. Это душевые, это туалетные комнаты, это кухонные полностью комнаты. Это там, где студенты готовят для себя пищу. Соответственно, в общежитии номер 3 были полностью в прошлом году заменены оконной рамой, проведены утепленительные мероприятия. Сейчас одно койко-место в деревне Урсиады стоит 515 рублей, в общежитии старого типа 250 рублей. Разумеется, это не окупает затраты вуза на ремонт, но КФУ и не ставит перед собой такой задачи. Часть средств выделяется из государственного бюджета. Кроме того, студент сам может украсить свое жилище. Администрация готова поделиться со студентом строительными материалами, вроде обоев, если он затеет ремонт. Для этого достаточно обратиться к заведующему общежития. Например, вот в этом здании у нас где-то порядка 30-35 комнат студенты. Мы им предоставили обои, обойный клей, краску, все необходимое. И студенты сами своими собственными силами оклеили эти обои. То есть, стройматериалы, то есть, необходимые вещи мы предоставили сами, а работу они выполнили как бы своими собственными руками. С каждым годом количество студентов приезжих увеличивается. А сейчас в общежитии КФУ проживает около 14 тысяч студентов. В отличие от других вузов России, Казанский федеральный университет способен обеспечить каждому студенту место. Кроме того, общежитиями обеспечены студенты, обучающихся в филиалах. Денис Панкратов, Ленар Тавлетяров, Универ Ньюс. Автовладельцам содержание железного коня обходится достаточно дорого. Автомобиль нужно заправлять бензином, который постоянно дорожает, ремонтировать, оформлять страховку и, главное, платить транспортный налог. Какие будут изменения, выясняли Регина Лешко и Екатерина Чеплыгова. Министерство транспорта России может отменить транспортный налог для автомобилей и вести вместо него экологический сбор. Работа проводится в соответствии с транспортной стратегией Российный период до 2030 года. Этот документ предусматривает снижение энергоемкости транспорта и более широкое применение экономичных транспортных средств. Отмена предполагается путем повышения акцизов на топливо. Если, конечно, эти изменения будут учитывать экологическую и экономическую составляющую, то, безусловно, это будет влиять на рост валу внутреннего продукта как регионов, так и, собственно, Российской Федерации. Сейчас размер налога на автомобили определяется для каждого транспортного средства индивидуально, исходя из региональных ставок, мощности двигателя, года выпуска, марки и модели, а также длительности владения автомобилем. Для расчета же экологического сбора достаточно будет ввести параметры машины по выбросам углекислого газа, указанные в паспорте технического средства. Все автомобили уже в соответствии с последними стандартами разделены на определенные экологические классы, и чем, так сказать, класс больше наносит вред, тем, соответственно, он больше платит налог. То есть, безусловно, смысл в этом и экономически, и экологически имеется. Депутаты разных фракций стали предлагать варианты об отмене транспортного налога путем повышения акцизов или введения специального экологического сбора. Будет или нет отмена транспортного налога в 2017 году, зависит от того, примут ли ее в первом, втором или третьем чтении в Госдуме. Лешко Регина, Екатерина Чепелогова, Владислав Михневский, Универньюз. Согласны ли вы с утверждением, что вся наша жизнь, по сути, сплошная химия? Словно в авантюрном романе главными героями наших дней являются реакции, вещества и их первооткрыватели. Вопрос спорный. Так ли это на самом деле, выясняла Аделя Шамилова. Сегодня и в российской, и в международной инфосфере мы сталкиваемся с огромным количеством легенд и страшилок, связанных с химией. Химия стала вызывать опасения, расцвел иррациональный страх перед всем химическим. Однако настоящие истории, рассказывающие об открытии новых веществ, обнаружении их полезных свойств, гораздо интереснее любых вымыслов. Так утверждает университетский химик Аркадий Курамшин, который презентовал свою новую книгу 14 сентября. Познакомившись с данной литературой, можно не только всерьез и надолго заинтересоваться химией, но и делать так, чтобы все больше и больше людей перестали воспринимать эту науку как что-то опасное. По словам ученого, чтобы вникнуть в смысл написанного в жизни замечательных веществ, необязательно углубляться в предмет химии, достаточно обладать базовыми школьными знаниями. В настоящее время данную книгу можно приобрести в интернет-магазинах, а также в крупных книжных сетях Казани, куда в скором времени поступит дополнительный тираж. Аделья Шамилова, Владислав Михневский, Универ Ньюс. Это были все новости на сегодня. Будьте в курсе событий с Универ Ньюс. Пока-пока. Продолжение следует...